Ну, Володя тут там делает что-то, утепляет. Вон он, вылазит. Тут кошки, мешки. Ой-ой-ой. Давайте я вам покажу там, что творится. Ну-ка, возьми-ка руками, что там есть. Я включил свет. Я туда не полезу, мне трудно колени сгибать. Да это понятно. Видно там идет. Видишь и крепче, только не уравни. Хорошо, там с пояснением давай. Белый, белый. Пояснение, да. Это у нас, где мы живем с Инатьевым. Здесь я картон набросал, это я убрал, потому что, а так у нас тут коробочки стоят вот внизу. Для кошечек и все это одна там стоит. Вон она. Вон дырка видно. То есть, картона тут нет, они тут у нас ночуют ночью, что-то нам холода не было. А сейчас я покажу причину холода этого, что даже без валенок не походишь дома. Ноги сразу. Момент даже замерзает. Тут у нас было картоном все закрыто. Но картон чего нет? Он уже не удержит мороз. Здесь вот я уже насыпал земли. Тут было намного ниже. Кирпичи наквал, которые закладывали тут, когда делали. Не засыпал сухой землей, чтобы мне пробраться сюда, к стенке. И вот что тут творится. Вот полностью все сгнило. Это у нас тут умывальник, тут в этом углу стоит наверху. Вот. Вот она как. Видно, что... Ну это... Может то, что сырость когда-то протекала, а может со временем уже брюнал пришло в негодность. Вот. Тут даже вот видно, вон, кирпичи вон там внутри разваливаются. Смотри, куда кошки лазят, в другую... Вот. Меня слышишь, нет? Я слышу. Слышу. Но это сложно. А, тебя слышал меня? Да, да, слышно. Вот тоже сгнило все. Это все будут сейчас... Кое-что тут уберу, чтобы не мешалось мне. Вот она. Трухлявая вот все это. Все трухлявая вообще. Вот. Это я сейчас немножечко пробираю и начну. У нас дерева нету. А может она и есть где-то, но надо искать сейчас зимой его бегать. Хочу все запенить тут. У меня специальная пена есть зимняя. Вот вон там кирпичная кладка. Видно, вон я. То есть это уже сам фундамент идет наружный. Вот почему у нас сильно холодно. Так, видимо, по всему периметру, скорее всего, там. Может не так сильно, но вот самый угол здесь вот именно вот этот. Самый холодный. Ну, там дальше под пол. У нас кошки ходят. Опять вылазить мне надо. Вот. Тут не просто так все. Тут как раз мой рост маленький пригодился лазить. Вот. Вот. Белый любопытный кот. А там у нас заход еще один. Здесь вот кошки лазят. Туда он. И вон туда он и уходит. Там дальше у нас под пол. С комнаты, куда они нам залазят. Вот. Вот. Вот так вот примерно. Там вот идет второе под поле уже у Надежды Васильевны, которая за стенкой живет. Вот. Вот так вот. Все, Игда Хиланч. Вот тут двойной пол сделан. А раз по периметру бревна сгнили, они падают. Вот здесь вот нормально бревно. Хорошее, целое. Там тоже нормально. Вот именно вот та сторона сгнившая. Вот так вот дом-то старый барак. Вон там вот, где вот у нас всякие кастрюли. Вот умывальник, где я сейчас показывал бревна сгнившая. Вот так вот. Надо будет еще, может, дальше туда пролазить. Там, не знаю, очень сложно все лазить. Там кошки-то еле пролазят. Ну все, Игнать Хиланч. Ой. Все. Еще там. А ту комнату ты показал, где дыра? Не, не, не. А что? Ну туда тяжело лезть, я тут перегородился. А, ну в ту комнату не видно рядом-то? Нет, пока нет. Понятно. Вон как ты. Ну что, все закончил? Да нет, конечно, я только начал. А что ты сейчас будешь делать? Еще будешь делать? Ну вы сейчас на видео увидите. Я только открыл все. Так может тебя оставить на завтра, а то это сегодня... Не, 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 не. Завтра другие. Ну смотри. Завтра там другие дела будут. Так, что нам не подрубить немножко. Какая помощь-то нужна там тебе, нет? Там видите, бревно насквозь сгнило вот по этой стороне. Вот так вот. Может там дальше сгнило. Ну вот тут они жили здесь у меня на квартире. Тут и вода подрухомойника текла по полу. Не выносили ведро. Ну это... А там дальше-то тоже сгнило. Не от этого только, что она гнила. Да что, бревно может менять надо? Может и менять надо, а. Это непросто. Там потому что фундамент видно, фундамент. Насквозь фундамент видно. Почему и холод-то сюда проходит весь. Так а фундамент вроде там пенопластом обложен. Снаружи? Да. А земля-то промерзает? Вон как. Конечно. Если бы его стамяк вкопали, оно бы лучше было. Ну понятно. А так нет? Ну что сделаешь вот уж. Тогда я приходил, они тут на квартире жили. Евгения Дмитриевна, Любовь Николаевна. Из ведра они выносили, она текла и текла у них. Весь. Все знаели. Не мое и не мое. Ну ладно. Я сейчас буду запенивать. Слава Богу. Слава Богу.